Уже снимаю. Добрый вечер. Здорово, брат. Я халб... сбросил все. Ты? Я что? Это джет. Но это не джет, о котором все подумали. Это джет-кар. Где прямо сейчас я буду покупать себе машину. Нет, давай. Зачем тебе еще одна машина? Ты знаешь, сколько их? Мне кажется, он хочет собрать джет-кар машины, потихоньку продавать и конкурентом моим стать. Вы понимали, я когда блогером еще не был, только-только познакомился с Юрой, я охренел от того, что все блогеры... Ну, кто? Вот у тебя Афоня, Амиран. Как-то Стас Михайлов даже у меня покупал. Да ладно. Единственный человек, который у меня ни разу не купил машину, но я хочу ему продать. Это Киркоров. Да? Да. Я Юра, владелец джет-кар, и я продал Субе Роллс-Ройс. Мы с ним давно дружим, ну, как и с Биллом, и нас много чего связывает. У меня в ухе прыщ выскочил, прикиньте. Давай выдавим. Смотри. С другой стороны, и он выскакивает. Покажи. Белый. Реально белый? Да. Бедоится. Положи голову сюда, сейчас мы тебя нардуем. Давай я попробую. Ай! Только это, чтобы на меня не попало. Суба не сказал, Биллу и Литвину, какую тачку он купил. И они хотели, чтобы, наверное, он угадал, какая тачка. Бампер какой-то, как будто... Для зимы снег убирает. Американские тачки такие. Что догадаешься как? Движок находится сзади в машине. Да, в эту машину вмещается 91 человек. На завтра, на завтра. Ну, двое будут это непонятно. Вот это охуя мне непонятно. Это что за коробка? Это кофе. Серьезно? Да. Это коммерческий автомобиль. Американец, 100%. Ударишь ноги, посмотри по ощупь, что-нибудь есть. Затурит? Да, может. Хлопушку небольшую можешь сделать на двери. У нас потом охуенный ПДРщик. В родном месте он выровняет любую вмятину. Машину руками нельзя трогать. Ну, типа, на ощупь как бы. Я же не вижу ее. Закрывай глаза, трогай. Хлопушку. Я же не... Я один хуй не вижу ее. Какая разница. Ты реально не догадываешься, что это машина? Мне кажется, что далеко было. Да, блядь, вот это непонятно. Что это? Вот это что? Я бы так, может быть, и накинул бы, что-то дай в сзади посмотрю. Пониженно, Вася, эту хуйню сделать. Юпочка задралась немножко. Я могу трогать руками машину или нет? Я не понимаю. Вот это вот мне интересно. Вот это я сейчас догадаюсь. А, ну все. Что за машина? Белик. Rolls-Royce Lamba. Урус S-класс бизнес. Еще раз. Rolls-Royce Lamba. Rolls-Royce. Это Rolls-Royce. Потому что только у Rolls-Royce вот такие вот ручки. И они открываются, как холодильник. Эдик отгадал авто за 30 минут. Почему я догадался? Потому что понимаю, что только премиум класса у него будет автомобиль. Сто процентов. А потом еще два часа ходил вокруг и говорил, какая она четкая. Чтобы вы понимали, я машину еще сам лично глазами не видел, как ее обклеили. Я ее видел до обклейки, но клянусь не видел. Готовы? Да. Стиль. Ай, стиль, блядь. Да, да. Спасибо. Блядь. Я тебя поздра... Отойди. Я тебя поздравляю. Смотри, что происходит внутри. Блядь, какая красивая машина. Это еще и не купе, это огромная машина. За*** есть можно. Прям охрененно классно. Реально нравится, брат? Блядь, Rolls-Royce. У меня не было никогда такой машины. Мне даже захотелось ему подарить ее. Но нет, он еще пока не заслужил ее. А сейчас очередь отгадывать улицы. Вот сразу на камеру скажу его реакцию. Сука, ты за***л реально покупать тачку. Самое главное, он тебе всегда верит и закрывает глаза. Ты понимаешь, что я угадаю, если на очередь? Ну, если я знаю. Нет, 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 давай, 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 угадай ладонь. Но здесь не так все просто. Потому что ребята решили его пранкануть. И подсунули ему другую тачку. Которую я купил у одного стримера. За миллион шестьсот. Но вы поняли у кого? Чтоб ты не понял, с крыши начнем. Ты п***ив. А, ну нет, ну хорошо. Слезу с бампером. Минимум это легковая. Теперь к бамперу. Подожди, давай на задницу. Ну-ка. Ну-ка давай по выхлопу. Ну-ка. Вот это да. Давай, с первой же, сразу же. Ну это Мэрс, железно. Ну давай диски, хорошо. Я чисто интуитивно. Угу. По выхлопу Мэрс как бы, п***ь. Даже, ну типа, грех отрицать. Угу. Короче, брат, у тебя нахуй, он у тебя автобус. Нахуй ты этого Майбаха взял, я не понимаю. Ай-яй-яй-яй-яй. Это Майбах. Ну конечно. За сколько, знаешь, взял? За сколько взял? Три с половиной миллиона. Суба по мелочи разменял пока мелочь и взял его. Реально за три с половиной ты мог даешь? Да нет, конечно. За сколько? Суба тот еще жук. Он врет, как дышит. Но главное, Миша ему верит. Поэтому Суба решил прямо сказать. Ты думаешь, я так Майбаху буду брать? Не стал брать? Не стал. Хотел. Хотел. Вот машина, которая реально... Ай-яй-яй-яй. Миша сразу угадал, какая тачка. Ему хватило пять секунд. Вот так вот. Не х**а, уже заклеенный. Садись. Обалдеть, ребят. Нет, хорошо, да? Вообще бомбина. Ну четырехдверка, это уже по-роц-ройсовски. Понял? То, что рейс, ну на х**у не сдался. Вот реально. На половину ролс. А вот это прям ролс-ройс. Откройте, е**ену. Ну бомбина вообще. Мои поздравления. Спасибо, брат. Люблю тебя, ки**а. Блядь, ну честно, вот мне, знаешь, еще один момент не нравится. Ну что жёлтый, е**а? Ну пора заканчивать, брат. У тебя уже на х**у сколько лет? Почему жёлтый цвет? Потому что цвет солнца, цвет настроения. Мне цвет субы нравится. Потому что жёлтый цвет, это мой любимый цвет. Если говорить честно, то это я ему предложил все тачки делать именно жёлтого цвета. Потому что, ну красный цвет занят. Гусейн Гасана уже на нём катается. Какие ещё там цвета остались прикольные? Был цвет оранжевый или жёлтый? Вот мы выбрали жёлтый. Ну и вот он до сих пор ездит в жёлтых цветах. Хотя его уже за это все друзья покусывают. Вот это опять началось. Что это за п*****? Опять это б*****? Ты думаешь по цвету и так бы никто не понял, что ли, что это твой? Так я ничего же не вставил. Она просто жёлтая. С завода такая шла с ума. Кастомный, е**. Я по гороскопу Лев не знаю, нравится. Я брат не гороскоп спросил. Я говорю, ты не за е*****? Я всё по гороскопу. Это так, это так, аккуратненько. Он не понял просто. Короче, вот реакция ребят. Спасибо пацаны, что приехали, посмотрели. Короче, вот у меня теперь этот ролл. Юр, спасибо тебе огромное. Спасибо, что помог. Спасибо джет-кару за то, что обклеили машину. Модное место. Приходите, можете купить здесь у них машину. Можете обклеить. Всё, что хотите. Все услуги у них есть. И по моему промокоду все прекрасно знают. Сколько процентов брать? 30% скидка. 30% скидка по моему промокоду. Приходите, обклеят. Они мне что понимали, обклеили. Покрасили диски. Сделали вот эту вот красивую линию. Суба ручной работы. Нужно отдать должное. Я реально благодарен Юре, во-первых, за дружбу, за отношения. Что он для меня реально много что сделал. И не только этот ролл-с-ройс, а до этого ролл-с-ройса. У меня было очень огромное количество машин, которые я брал у него. И каждый раз, когда у меня что-то в машине ломается, этот добрый человек всегда, да, монтирует. Спасибо. Он из тотала мои машины доставал. Скажи под джет-кару, что думаешь в целом? Два года назад я с ним дома сидел. Он говорит, слушай, хочу выкупить п***ть пятиэтажное здание. Он просто кальянку ворнул. Он мне скидывает проект, говорит, вот смотри. Я говорю, да ну нахуй, хуй какая-то. Он мне скинул все фотографии, как это будет вот так вот выстраиваться. Я понимаю, что в России нет такого нигде. Даже у дилеров нет такого. И потом, и он говорит, смотри. Ребята, по джет-кару все понятно. Лучший проект. Мы идем дальше, не переключайтесь. Суба уехал с Мишей. А я проводил экскурсию дальше Билу по джет-кару. Да и стульчик такой. Модное место, видишь? Модное место. Так, оттолкнулся от твоего кафеля. Ебаный врод, Зин, ты блядь, сюда ладно. Все, пойдемте в другой этаж. Мне не нравится. Еще можно вот здесь посидеть, видишь, выпить кофе. Тайники везде. Да ладно. И тут все ключи, да? Ну ты какую машину себе хочешь? Урус. Урус хочешь, да? Есть там Урус у нас черный. А вот он красавец. Какая красивая машина. Я думаю, его мечта осуществилась, как и мечта Субы. Субы гараж пополнился одним прекрасным автомобилем. А вы подписывайтесь на наш канал и все там личные соцсети и все остальное. Ставьте колокольчики, но вы все в курсе. Следите за нами, будет куча крутого контента. Я обещаю. С вами был Юра и Джеткар. Ну и традиционно оставляйте комментарии. Буду лично отвечать на все комментарии. Сколько оно стоит? Не знаю, по-моему, 26 миллионов. Не помню. Серьезно? Красный салон. Как? Там скидки. Да. Когда мне вернут права? Сколько надо тебе стримов провести, чтобы заработать на него? Субтитры сделал DimaTorzok